Пушистые, гладкошерстные, полосатые, пятнистые и прочих мастер животных в Буковах с нами уже 6 тысяч лет. Люди настолько сдружились с кошками, что даже придумали для них Всемирный день кота, который отмечается 1 марта. А рижский художник Рахмет Раджепов посвятил кошкам целую коллекцию картин. Рассказывает Татьяна Коваленко. Маленькая комнатка, выключатель, лампочка есть. Ну такая она, с грустинкой, но умная. Кошки, мечтатели и влюбленные, азартные картежники и заботливые мамаши, взрослые и дети. Такие разные и чем-то неуловимо похожие. Кошки как люди и люди как кошки. Словом, все как в жизни, подмечает Рахмет Раджепов. Идешь так, увидишь кошака какого-нибудь, бандитскую рожу такой, ходил по Старый Риге, бомж такой один серый, серый такой белый, ну грязный такой, но такой самостоятельный. Годами я его видел в Старый Риге, годами. И следил за ним, и фотографировал, и бегал за ним. И вот на основе его такие образы тоже выходят. Он, наверное, сидит там. У него глаз один заплыл, весь такой, ну как алкаш. Я кошатник с детства, признался Рахмет. Всегда рядом жили кошки. А было их у художника с десяток. Правда, после потери старого друга Рамзеса Раджепов до сих пор не решался обзаводиться новым. Но как только перееду в другую мастерскую, говорит художник, первым туда обязательно войдет кот. Ну а заодно и все кошачьи портреты. Их Рахмет написал уже штук 500. С годами работы разошлись. Осталась лишь небольшая часть, но коллекция постоянно пополняется. Боярский. Хотел сделать серию с кошаками поп-звезд, да, российских по крайней мере. Ну вот дальше Боярского и Аллы Пугачевых не пошло. Что-то как-то... Раджепов художник разноплановый, потомственный. И сам родом из Ашхабада. Его отец мастер эскизов знаменитых туркменских ковров. Один был даже специально им создан в подарок Чарли Чаплину. Я индивидуалист и эгоист. Чистосердечно признается Рахмет. Словом, кот, который гуляет сам по себе. Да к тому же я и в марте родился, добавляет он. Так что кошачью породу, говорит, чувствую хорошо. Они очень умненькие животные, тепленькие, хорошенькие. Они создают уют, но и в то же время они несут очень много забот. Но и пользы от них тоже немало. В Австрии вот кошкам доверяют охранять склады с продовольствием. Даже пенсию по выслуге лет платят. А сколько бесценных реликвий сохранили они для британского музея. Заслужили кошке свой праздник. Так что не забудьте поздравить их завтра каким-нибудь лакомством. Татьяна Коваленко, Айнерс Крауклис, Первый Балтийский канал. Айнерс Крауклис. Айнерс Крауклис. Айнерс Крауклис.